друзья мир всем у нас на дворе конец октября снег уже выпал огород уже давно закончили и мы наверное будем немножко развивать нашу рубрику крестьянская кухня ну потому что это интересно вот тут иногда нет нет готовим что-то значит всем наверно помнится в детстве что мама бывала в какие-то дни в праздничные готовила какие-то особенные определенные блюда вот и они отличались ну и как-то всегда ждали этого праздника так вот я сегодня хотел поделиться приготовлением одного очень интересного блюда она знаете в моем детстве она не было праздничным каким-то но она была особенным вот его готовили редко не знаю почему может быть каких-то ингредиентов не хватало вот но она была всегда желанным всегда вкусным и блюдо это называется ну по-нашему просто яичница с помидорами называется шакшука по-русски или по потеряевски вот что для этого будет нужно для этого нужно будет масло сливочное соль помидоры и яйца все это мы приготовим сейчас пойдем все это дело собирать итак смотрим что у нас тут есть мы заранее собрали помидоры точнее это уже остатки остались вот поэтому сейчас выберем отсюда наиболее красненькие помидорчики которые еще ну более или менее живы потому что если честно они какие-то помидорчики уже начали пропадать вот я уже не первый раз ну подчищал тут в общем 4 ящичка вот помидорков примерно набирая на глаз для нашей сковородочки они конечно ужарится пустят сок где-то сейчас еще так мы пришли в курятник ячейка специально пустая вообще у нас тут нету магазинов поэтому приходится ходить в курятник ничего поделаешь между прочим это самое интересное занятие собирать яйца так у меня вот там дырочка я закрываю сейчас на ночь ночью холодная днем открываю что курочки могли выходить опа вообще сбор яиц напоминает чем-то если кто помнит по возрасту было советское время игра электроника где ну погоди этот волк собирал яйца у меня конечно может быть не так резво но в общем у меня была тут система когда яйца сами выкатывались но потом эта система что-то мне не очень понравилось вот я буду то все дело переделывать так я видел в америке у них ячейки под 12 яиц вот если бы была бы американская ячейка то у меня бы росло еще дво яйца а так дво яйца лишних ну что ж идем жарить москоп добавляем сливочного масла сливочное масло натуральное нынче в дефиците так и начинаем нарезать помидорчики поскольку это последние помидоры последний из магикан с огорода они уже имеют кое-где подпорченность мы сейчас будем вырезать и хорошую часть будем нарезать вот прямо сюда кстати надо подождать чтобы маслечко растаяло сначала для этого мне нужно взять специальную ложечку сейчас я ее возьму так теперь пока у нас здесь тушится тушится помешиваем солить не солим потому что надо подождать чтобы больше пустили эти помидорчики сок я даже на чуть-чуть закрываю крышечкой так начинаем подготавливать яйца смотри-ка натуральные яйца их даже разбить невозможно все таки можно разбить яйца разбили я решил добавить семейчик посмотрим что у нас тут пока все тушится все под контролем можно чуть-чуть огонечку сбавить вот так на семерочку и так все это надо сейчас перемешать у меня три ложки надо выбрать подходящую ложку вот эта ложка кривая это очень удобно кушать детям эта ложка для гостей чтоб много не съели неудобно кушать вот мы выберем самую обычную ложку добавляем сюда соли тоже соли много чтоб не переборщить ну и чтоб мало не было чтоб было тоже смотрим я думаю ее сильно не надо тушить чтобы она не была у нас полной такой каши вот уже помидоре дали жидкость сейчас добавляем огоньку и смело начинаем выливать нашу мышцу мне пришла хорошая мысль попробовать что же все-таки получилось пока еще не до конца завершен процесс я попробовал окажется я не добавил соли в помидоры вот поэтому я уже добавил немножко соли еще чуть-чуть буквально добавляю соли все-таки чтобы блюдо у нас получилось ну нормальным чтобы потом не добавлять да в конце чуть-чуть добавили и все сейчас уже самое то будет то есть соль надо было добавлять когда помидорчики тушатся ну просто я забыл ну что ребятишки сегодня я приготовил очень вкусное блюдо из нашего детства но сначала всем по кружке козьего молока оно очень полезное для здоровья от всякой хвори и от коронавируса Робертон Крузо рекомендует у него тоже были коза кушайте на здоровье в каждом из зелени с огорода это кстати последняя зелень ну да последняя зелень а у нас все ест коричневая зелень еще ест коричневая зелень кусочек хлеба ну все его благословите вкушайте если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного до новых встреч